Вот мы на пароме Сейчас посмотрел с какой скоростью идет паром Плавный поворот направо Продолжение следует Приветствую друзья и гости канала Хочу поделиться с вами своим опытом пребывания в Черногории Это видео носит информативный характер и не служит призывом к действию Хочу поговорить по поводу визорана, что такое визоран Гражданин не резидент имеют право въезда и проживания в стране на определенных условиях Например, россияне, не имеющие права вида на жительство или боровка Имеют право находиться в Черногории с 15 апреля по 31 октября Не более 90 дней В остальном периоде не более 30 дней Помимо всего нужна регистрация в туристическом агентстве С оплатой пошлины 1 евро в сутки Это туристический сбор И вы должны зарегистрироваться в течение 48 часов по прибытии в Черногорию После чего вам выдается белый картон Это документ, который вы должны носить в паспорте постоянно Это касается самостоятельных путешественников Если вы останавливаетесь в отеле, поинтересуйтесь, оплачивает ли за вас этот сбор В противном случае возможен штраф при выезде из страны А сейчас будет информация для яхтсменов Кому не интересно, перелистывайте В случае, если вы путешествуете так же, как мы на яхте Вам нужно при прохождении границы купить в капитанерии виньетку на срок пребывания Стоимость зависит от срока пребывания и длины лодки Да, момент Если вы хотите оставить лодку в марине или в сухом доке И на ней не кататься по водам в Черногории То на это время покупать виньетку не нужно Берите виньетку только на время хождения по водам в Черногории Это не касается яхт с черногорской регистрацией Если вам интересно, где лучше застраховать яхту Сделать регистрацию черногорскую А также провести сервей лодки на территории Черногории Или, может быть, Хорватии Обращайтесь за этим к Ксении Беловой Она мне очень помогла Ее контакты я оставлю в описании Далее, в туристическом агентстве Через 600 метров плавный поворот налево Мы приехали в порт Монтенегро И сейчас идем в туристку Регистрироваться и делать себе новый белый картон Вот мы приближаемся к туристке Вот дни работы Его опять нету Вот стоимости лодок очень плохо видно Короче, пришли в туристку И она закрыта, к сожалению Нас сейчас послали Так послали Идти обратно туда В сторону центра порта Негро Это как бы 5 минут Рядом с Капитани Вроде есть тоже какая-то туристка И она может нам сделать белый картон На основании винетки Или договора с Мариной Где стоит лодка Нужно получить так называемый флавикартон По нашему синий картон Это документ, который дается на вашу лодку Как на жилье Стоимость зависит от размера лодки И сроков нахождения 15 дней для лодки Размеров 11-15 метров Обойдется в 15 евро То есть 1 евро в сутки На 90 дней 40 евро Получается 44 цента в день Разница приличная При наличии флавикартона Или синего картона Вы можете зарегистрировать столько людей Сколько лодка имеет мест У нас их 10 Тут внимание Белый картон На основании флавикартона Выдается на всю команду бесплатно Считаем экономию На 90 дней Мы бы потратили вдвоем 180 евро Это на туристическом сборе По 1 евро за человека Для чего нужен вообще белый картон? Вас могут остановить И потребуют предоставить этот документ У нас так было Недавно мы ехали по дороге На арендованной машине И нас остановили двое сотрудников Рядом с ними стояла машина без номеров Сотрудники были с большими бляхами На груди И представились как пограничный контроль И попросили предоставить документы Что-то я отвлекся Виза-ран Это продление пребывания С помощью выезда и въезда В другое государство Например, для россиян Существует возможность Обнулить свое пребывание В стране В Черногории Путем выезда и въезда В другую страну И возвращением обратно Все бы ничего Но на границах Стали требовать тест На COVID-19 Мы его не делали Взяли прокат машину И решили попытать счастье Пересечь границу Хорватии Докатка есть Вот мы на пароме Вот идет второй паром Сейчас мы, наверное, туда же и приедем Билеты продают Вот в этом ларечке Билеты продают Докатка Билеты продают Доадцатого намED Докатка Звенел звонок И мы отправляемся в плавание на пароме Но на машине На машине, но на пароме Сейчас посмотрел С какой скоростью идет паром Паром идет Со скоростью 11 км в час 11 км в час Это примерно 6 узлов Там налево, да? Направляйтесь на северо-восток Плавный поворот направо Все, друзья, спокойно проехали пост Попросили Ну, выехали, да В Черногорскую заставу Попросили только Ой, заставу эту Ну Таможню Попросили только Документы на машину Договор С фирмой А также Проштамповали Паспорта Никаких вопросов Ничего не было Ну, маски одевали Едем дальше На Хорватскую Вот и Хорватская граница Итак, друзья Мы благополучно проехали Хорватскую границу Без ПЦР-тестов Ура! Ура! Лишь бы обратно вернуться Да Все нормально Так что Все нормально Едем дальше Благо, что у нас есть Шенгенская виза Чтобы не было Вопросов на границе Мы сказали Что едем транзитом И в Хорватии Задерживаться не будем Друзья Едем обратно Границу проехали Хорватскую Сейчас Дело за Черногорской Границей Проштамповали паспорт Попросили Страховку на автомобиль ОСАГО И Техпаспорт И все Больше ничего не просили Ну что ж Сейчас ждет нас Монтенегро Через 500 метров Плавный поворот Направо Машин нет вообще Ну все Проехали мы Границу Черногории Заехали в Черногорию Астамповали паспорта Никто из машины Не выходил В багажник не заглядывали В багажник не заглядывали Да Все нормально Все тихо Спокойно Никакие Тесты У нас не проверяли Ну все Ребят Вот так вот Мы съездили В Хорватию Погуляли По Дубровнику Немножко Ой Это что такое было Птицы Кошмар Вот и все Вот так прошел Хорошо наш день Пала Идем Он тебе покажет Самый край Еще 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 И туда И туда И туда Все Машину Взяли в нашей проверенной Уже Конторе Это Рентакар Ситинго Сел и поехал Ссылочку вам дам в описании Те кто уже давно меня смотрит Помнят Это видео Взяли мы ее на двоих Это 19 евро в сутки На две семьи Что достаточно бюджетно Это с гринкартой Для выезда Из В другую страну Из Черногории Полной страховкой С франшизой 100 евро Франшиза Это часть Страховой выплаты Которую вы должны Заплатить При наступлении Страхового случая Что Приятно Это оплата Наличными И без депозита Наша поездка Тиват Черногория Хорватия Дубровник Составила 73 километра И по времени С паромом И таможней Не более Двух часов В одну сторону Стоимость Парома В одну сторону 4,5 евро Пассажиры И водитель Бесплатно Рекомендую Оплачивать Мастеркарт Потому что Вам сделают Дополнительную Скидку Реально страшно Но Зачем-то Надо Идти Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова